Крыжовник Что это такое? Что значит иммунный? Без шипов это все понятно Вот так закрытыми глазами Можно руку сунуть Рвать ягоды, даже дети И не наколешься У колодца нечем Совершенно там шипов нет Это очень хорошо для детей Мы сами и самим Даже врослые люди Когда колючий крыжовник Лезть же, бывает палец уколешь Не больно, это приятно Вот это первая его достоинство Что он бесшипный Почему называется иммунный? В свое время я его получил от одного садовода Это из Орловского института селекции Этот крыжовник Я не знаю, может ему дали какое-то название Сейчас Судя по магазинам По питомникам Я такого крыжовника не видел Он не поражается Никакими болезнями В данном случае вы видите Скажете, как не поражается А вот это самое Это не болезнь Это насекомые отгрызли Это вредители Я в этом году его ничем не опрыскивал А вы знаете, стояла жара И поэтому И тля, и другие Напасть всякая листогрызущая Она буйствовала очень сильно И поэтому Между прочим Сегодня у нас 26 июня Меня не перекосило То есть вполне себе нормальный крыжовник У меня тоже бесшипный крыжовник Есть в саду Но не такой крупный Он у меня еще мелочь пузатый Нет, но это он мелкий сейчас Он становится величиной где-то с двухрублевой монеты Обратите внимание, что он растет Как виноград Вот такими гроздьями Очень хороший Если за ним ухаживать То он вообще очень отзывчив на уход Дает ягоду еще крупнее Вот такой зеленый Он уже Приятный Кто с кислинкой любит То приятный уже Но в дальнейшем он становится Желтеет И потом красненький Желтеет И потом Когда приобретает Вот такой красноватый Вот финиковый Такой цвет Можно собирать Становится вообще Да, отличный крыжовник Ну я вот пользуюсь случаем Хочу показать Раз уж Сергей Валерьевич Здесь не обрабатывал Вот развилась такая Показательная Пакость Как огневка Да Это вот гусенички Которые там Прогрызают Да И вот что характерно Я садоводам хочу показать Вот так вот они Слипаются Допустим эти ягодки Эта огневка Переходит из одной ягодки В другую То есть если вы хотите Чтобы у вас был побольше урожай То конечно нужно обрабатывать И вот если уже гусенички Есть липидоцидом Можно Это биологические препараты И такие вот ягоды Безвредные Надо их конечно снимать И сразу удалять Снимать и уничтожать Иначе вот эти вот гусенички Они оттуда выходят И поражают другие плодики Ну а так вот посмотрите Великолепный я считаю Крыжовник То что он без шипы Это бесспорное его преимущество Вот убедитесь пожалуйста Смотрите вот веточка Абсолютно чистенькая Никаких там колючек нет Ну и то что он не поражается Мучнистой росой Это фантастически конечно приятно Потому что от многих От многих я садоводов слышу Что даже выбрасывают Крыжовник из своего сада Потому что весь он Бывает даже в сухую погоду Все равно появляется Мучнистая роса Люди спрашивают Как бороться Там кто-то и траву настаивает Кто-то химию применяет Но если хотите химию есть То конечно можно и химию брезвить Никак не бороться Надо сажать вот такие вот Сорта не существует Надо выкапывать там Которые поражаются И просто их выкидывать Вот этому кусту Где-то у меня порядка 15 лет Он 15 лет Вот он на одном месте 15 лет растет Надо конечно уже Есть у меня уже Молодые посадочки Пересадил Вот такой он Невысокий Не выше метра За 15 лет я его ни разу Ничем не обрабатывал Ради того Может быть только Эксперимента Брызгал только От листогрызущих От всяких гусениц Вот это я раньше делал А так Вот такой чудесный сорт Вот Имейте в виду Вместо того Чтобы бороться С мучнистой росой Поливать всякой химии Покупайте устойчивые Иммунные сорта Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин